как друзья сегодня самый вообще волшебный день какой-то мы попали волшебное место не скажу какое я рекламу не не хватит поэтому не скажу но здесь будет самое уникальное сейчас мероприятие которое сейчас эта программа вы узнаете по всей по всей россии я вам обещаю этим займусь лично и это это самое главное сейчас что нужно людям это не скучать они скучать могут только лишь помочь в этом противоположный пол а противоположный пол соответственно здесь может это вот она может в любом случае делать так чтобы мужчина и женщина не скучали вот и вот они в оба скажите ваши ощущения в самом-самом начале училась мужчины и женщины будете делать за счет так что здесь в принципе людей достаточно комнат много вот здесь вот можно здесь здесь ну как макдональдс этим можно поработать а вот здесь вот мы начинаем вот она маша с ливерст топ-модели мировая звезда и где-то еще на каннской лестнице тоже увидится вообще сплошные звезды как ваше ощущение от сегодняшний вечер предвкушаю вообще не пока нет и есть крепит чем-то интересный отлично что ты чё тут это собрались там видимо познакомиться чтобы подарить друг другу частичку тепла умолить на лице в москве уже 31 градусов что еще можно отлично уже становится действительно просто зажигательным раньше когда стихи учили вот наверно также выглядели как ваше ощущение предвкушения еще здесь вообще происходит скажите мне пожалуйста здесь я будет хорошее настроение творческая мастерская будет творить хорошее настроение не только себе для других зачем вообще это помогает людям жить ребят жить хотите приходите в ясно в общем мы вас ждем следующий раз обязательно запишите куда и сообщите мне окей спасибо мы творческая мастерская хорошего настроения мы обычные люди как и вы которые работают на разных работах но вот так вот прикалываются в общем проводятся эти такие нестандартные встречи почему-то необходимо необходимо да нет это один из видов пообщения и вообще перевод переводе означает любовная игра и это всегда игра интрига и мы призываем вас взятовать почаще потому что при помощи флифта вы сможете добиться успеха всегда и везде а что касается отношений в паре что их может даже иногда их спасти что интересно флифт всегда начинается со знакомства но не все умеют правильно знакомиться мы сейчас предложим вам такое упражнение возьмите пожалуйста каждый из этой чашечки по бумажке и там основные правила как же нужно не знакомить а я я вот кстати я поняла почему осталась одна бумажка вот молодой человек подсматривайте у меня совет номер один главный совет как вы его увидите мне камера не позволяет ну мне кажется даже излишний комментарий человека голова ну каким-то положительным эмоциям флирт спасибо активно используйте аксессуары для флирта потому что мне так что рядом не понятно а мы сейчас все вместе в круге я думаю найдем хорошее решение вашему вопросу может быть у кого то есть вот я знаю что девушки часто пользуются такими аксессуарами как какая-то красивая открытая одежда или макияж а мужчина интересно мужчина скажите вы чем пользуетесь может быть вы чего то не знаем вы что так открываете серпей мы можем пользоваться различными вещами да можно чем-нибудь покрутить можно можно есть различные аксессуары которые можно только их можно применять они будут работать потому что ты уже изначально человек расположен пока ты к нему изначально не расположен ты хоть лепешку расширить ничего не поможет ну допустим пример который вы привели с допустим глубоким декольте но это же дешево можно что такое подразумевается под словом расположен хватит от дорогих дизайнеров да я расположен человеком интересно с ним пообщаться поговорить я к нему не расположена мне это изначально уже не интересно хорошо вас хорошо спасибо большое поэтому это можно использовать но грубо говоря мы это подводим получается под понятие аксессуар на это же впервые сталкивались понимание в аксессуаре но в целом но хороший внешний вид как любая одежда так и любая душа у нас у меня что-то мама откуда-то привезла такие духи с феромонами и я как-то что-то поехал к подруге там к ней домой посидеть пообщаться и вот намазался этой штукой и как-то ну уже там сидим разговариваем там не знаю час-два и я ей говорю просто как бы сутку а вот я что-то намазался ничего не чувствую она говорит ты чё короче я за два часа уже сижу короче сейчас это ну вы поняли в общем тоже тюнисар спасибо большое очень интересно я прошу передавать микрофон какой следующий у нас совет для флиртов так сейчас секунду начните разговор уже наконец-то такой совет по-моему тут все просто начинать разговор это должен к примеру естественно мужчина и это должно быть очень ненавязчиво очень легко быстро и недолго думая очень просто подходишь и даже не знаешь что говорить а просто подходишь а уже потом понимаешь что сказать все очень просто совет номер четыре слушайте ну слушать всегда интересно если не слушать можно вообще пропустить что затевает поэтому это корень всех детей совет очень простой сделай первый шаг ну понятное дело что если ты его не сделаешь то ты никогда не познакомишься в принципе еще такой прям бывает момент что ты прям хочешь подойти ну какой-то есть страх какой-то да вдруг там что-то так что-то не так вдруг тебя пошлют там вдруг там еще чего-то ну кстати если такой страх нет надо прямо подойти и сказать девушка пошлите меня я вот далеко вот шаг я боюсь мне не разом я хочу свой страх это тоже как бы способы но вообще я представляю в 2-3 подошел если мы общаемся где-то по телефону либо в интернете то всегда остается какая-то золя большая или небольшая какого-то сомнения чего-то такое какой-то неизвестности когда человек рядом как бы сразу все понятно особенно если кто-то изучал там психологию что-то такое то по взгляду на самом деле можно почти все сказать что человек очень важный совет совет номер 6 ведите себя как хозяин ну я в принципе наверное сказал бы лучше вы держитесь уверенно что-то важное как хозяин спасибо большое давайте попал по друг другу за такие отличные советы у нас еще один один совет один совет а еще даже один совет ну наверное что-то важное пропустите у меня десятый совет у меня десятый совет кто че с позитивным настроем ну конечно нужно верить свои силы это вообще просто да уже идешь куда-то уже нужно верить что все получится все будет хорошо ну у меня самый наверное самый простой это говорить комплименты а и ну на самом деле когда ты подходишь к человеку и вот если мы говорим знакомишься с ним да знакомишься с идеей пофильтовать а то обычно как патенту разговора нет то есть фирт это такая вещь то есть женщин с которыми мы хотим познакомиться красивых мужчин мы знаем что мы постоянно просто пропускаем свой шанс то есть мы ждем 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 ну и потом умираем да вот такой вот и для того чтобы в общем то перешагнуть да этот барьер всего лишь нужно сделать микроскопическое действие да то есть просто познакомиться завязать как-то разговор обычно да все говорят друг другу привет как правило привет как дела но мы сейчас с вами тоже познакомимся узнаем как нас друг другу зовут и как раз потренируемся как же это знакомиться там на улице в любых местах ну и в общем то поиграем потому что флирт это игра познакомиться и пофлиртовать ну мы сначала знакомимся а потом флиртуем какая разница знакомиться просто можно ну ну сейчас пойдет просто так ничего же не делается ты же знаешь если к знакомству добавить флирт то знакомство перерастет во что-то больше задание у нас простое назвать свое имя рассказать какой-нибудь курьезный случай знакомства да на улице там где угодно и написать место где бы вы хотели пофлиртовать там не знаю бассейн а американские горки или что-нибудь еще пока вы пишете я расскажу курьезный случай начнем с того что меня зовут Мария я очень рада со всеми познакомиться кого не знаю и у меня был такой случай я сидела в кафе одна и обедала днем и тут зашли двое мужчин которые стали со мной знакомиться а я вообще ну была не расположена знакомиться просто хотела есть и все вот и один из мужчин стал мне предлагать сначала чай потом кофе потом выпить потом он стал предлагать всякие какие-то вещи пойти домой ко мне пойти домой к нему а так место в котором бы хотел пофлиртовать не знаю наверное в прямом эфире по первому каналу как-то там да в прайм тайм в 9 вечера когда пони бегут и да какая-нибудь симпатичная ведущая если кто-то готов давайте начнем у нас очень мало времени но нам надо обучиться потом вы получите диплом Гарварда по флирту Кембриджа и так далее а мы зачитаем или мы будем это скрывать мы только скроемся хорошо да у меня дочь едет в тот же военный год где жили родители мои ну типа надо сопроводить я хорошо ну и в итоге мы поехали вместе но это оказался в итоге мой тесть и я думаю что он был расстроен на программе когда-то что что выбрал меня в качестве сопроводителя он не ответил я думаю ну как бы он ничего спрашивать не стал ну я думаю ну ладно не хочет человек продолжать беседу ну и ладно проходит часа наверное два он мне пишет это все что ты хочешь у меня спросить а я в это время уже как бы мы были друзьями вот и мы там как-то сидели выпивали я думаю нормальный вообще человек я его вообще не знаю не видела он меня уже так наезжает и я ему писала то что знаешь если как бы мне кажется что это все должно быть взаимно то есть как бы если тебе про меня не интересно ничего узнавать ни откуда я ни кто я ну зачем вообще это нужно и я так вообще-то ну искала так кого-нибудь чтобы пиво попить мне как бы ничего от тебя больше не надо вот и он такой ой извини пожалуйста да что-то я как-то это погорячил вот до сих пор общаемся это была лето жара и впоследствии как я узнал как жена ну как она видит наши знакомства как оно происходило она всегда начинает с этого момента что я пришла к подруге я увидела тело я посмотрел сказала это мое это как бы все уже дело техники я в 15 знакомствах это был в поезде я ехала с ребенком зашел мужчина таджик национальности и значит а мы были вот в купере были только вот мы с ребенком и он и значит он тут же залезает на вторую полку начинает там что-то как бы доставать из еды я понимаю что он голод я говорю а почему вы идите внизу документы а можно я говорю а почему проблемы здесь кого нет ну как-то он слез мы вот говорили все долго сказал папа своего семена на самом деле он очень такой пост важный главный в Москве занимать давно живет но вот именно вот эта вот реакция что он как бы сам себя считает таким